Приветствую вас, и для начала попробую сказать так, что если вы сами проблемы называете небольшими, значит, возможно, они не стоят того, чтобы за них переживать. Ведь проблемы есть в любой паре, у любых людей, проблемы бывают совсем не всегда, и вся наша жизнь состоит из решения преодоления этих самых проблем. И важно не только какие проблемы у вас с вашим молодым человеком, большие, маленькие или средние. Важно, что вы к нему чувствуете и что он чувствует к вам. Если между вами есть любовь, взаимопонимание и уважение, то все проблемы являются приходящими, и вы всегда сможете найти пути их решения. Если чувства одного из вас являются под вопросом, то тогда эта проблема является серьезной, и человеку, который испытывает проблемы с чувствами, необходимо время и возможность для переосмысления своего отношения к партнеру. И если в процессе этого переосмысления будет выяснено, что человек уже не чувствует того, что чувствовало раньше, это означает, что именно это изменение является корнем всех ваших проблем. И тогда, тогда вам стоит решить, либо вы будете удовлетворяться односторонней любовью, и здесь неважно, либо будете любить вы, а мужчина будет вам позволять себя любить, или будет наоборот, либо вы расстанетесь. Но самое важное, это все-таки чувства. Если чувства есть, если они взаимные, если они искренние, если между вами есть доверие и понимание, то все проблемы можно решить. Если ничего этого нет, то это и есть сама по себе большая проблема. И в отличие от тех проблем, которые вы считаете, проблемы недоверия являются определяющие для отношений, то есть оказывающие существенное, непосредственное влияние на дальнейшее развитие вашего взаимодействия. Поэтому самое главное, на что стоит обратить внимание, это на чувства. Если чувства есть, все у вас получится, а если чувства нет, тогда нужно спросить себя, а не живете ли вы или же, не живете ли вы своим образом. И тогда, возможно, вам станет понятно, что корень вашей тревоги заключается в том, что вы просто не можете принять реальность такой, какая она есть, и продолжаете избегать ее, в результате чего и появляются такие вот проблемы. Ну а для получения более подробных рекомендаций, вам необходимо все-таки более предметно раскрыть эти самые небольшие проблемы, чтобы мы могли помочь вам решить, что делать дальше. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.